Приветствую вас, дорогие друзья! Сейчас я хочу рассказать об одном канале, который я смотрю и который у меня давно стоит в планах видео. Я составляю планы своих видео. И у меня там десятка каналов, которые я смотрю, в числе которых, по-моему, на втором месте, но это ни о чем не говорит, ни о каких приоритетах, просто в хронологическом порядке, как вспоминалось, стоит канал «Голос Силиконовой долины». Ну, в оригинале он называется «Silicon Valley Voice». Я не сильно в английском, если я что-то произнесла неверно, прошу прощения. В общем, я, конечно, человек многословный, любящий говорить медленно, вставляющий различные ремарки в свое видео, уходящие. Отклоняющиеся вдаль от основной линии своего повествования. Тем не менее, если вы меня слышите и смотрите, я хочу донести до вас свое отношение к этому каналу. В общем, подписалась я на него примерно год назад, набрела случайно. Я даже не знаю, почему, как он попал в мои любимчики, потому что я вообще-то никогда не мечтала попасть в Америку. Но Америка не была страной моей мечты. Единственным местом в Америке, где я хотелась побывать, это Манхэттен в Нью-Йорке. И, наверное, только потому, что я насмотрелась когда-то на этот сериал про четырех подруг, который называется «Секс в большом городе», где с такой любовью описано это место, этот район самого известного американского города. Я думаю, что набрела, конечно же, потому, что как раз год назад мои дети надумали поехать в Америку, и мой сын и невестка, причем сыну визу не дали, а невестку пустили. И невестка решила не терять эту возможность, поскольку виза дана, несмотря на то, что они были молодожены с годовым стажем брака, они все-таки рискнули на годовщину разлучиться. В общем, сын мой отпустил невестку. В смысле пусть хотя бы она посмотрит, пусть хотя бы один из нас побывает в этом городе мечты многих людей. Я до этого об Америке ничего не знала, кроме фильма, кроме того, как показывают в фильмах. Не представляла, не задумывалась. Став зрителем, постоянным зрителем канала «Силикон Уэлли и Войс», я стала получать очень много знаний, эмоций и представлений об этой стране у меня совершенно поменялось кардинарно. Теперь я хочу побывать в Америке. Теперь для меня Америка – оплот свободы. В самом, наверное, лучшем таком понимании. свободы от, ну, свободы духа. В общем, это то место, та страна, где себя можно чувствовать абсолютно свободным человеком, независящим, не ожидающим какого-либо, какой-либо неприязни, ну, по большому счёту, какой-либо неприязни в любом отношении. Теперь мне представляется, что Америка – страна, где независимо от этнической, расовой, религиозной принадлежности от своих мировоззрений, ты себя чувствуешь свободным человеком. Это чувствуется во всём. Причём канал ведь не говорит напрямую об этом, не занимается такой пропагандой, а просто люди рассказывают о своей жизни, и это видно, что Америка – свободная страна. Это не слоган, не лозунг, не простые слова, не такая декларация, не выдача желаемого за действительное. Видно, что это так. Благодаря каналу Михаила Портлова я совершенно стала смотреть иначе на других блогеров американских, ну, на женщин моих ровесниц, на которых раньше, ну, набредала случайно на их видео. Я совершенно не оценивала этих людей как интересных, как, ну, достойных моего внимания. А после того, как они были представлены Михаилом Портловым, я стала на них смотреть иначе, я оценила их достоинства, я поняла, насколько это интересные люди, простила им те недостатки, которые видела в них до этого, и приобрела такой урок, что нельзя судить людей, нельзя судить о людях, нельзя подходить к людям с какой-то такой фиксированной меркой, что вот должно быть так, так и вот так. Нужно смотреть на вещи шире, нужно дать людям шанс, дать высказаться, пустить, прислушаться, ну, хотя бы просто внимательно выслушать. Может быть, ты откроешь в них что-то новое и интересное, и твои рамки и горизонты расширятся. Это одна сторона канала, за что я люблю его, а другая сторона канала «Голос силиконовой долины», которая мне бесконечно дорога, это то, что Михаил и Светлана, они люди моего поколения, ну, чуть постарше, но они жили в той советской стране, в которой жила я, они знают, ценят или, наоборот, осуждают то, что осуждали все мы, ну, то есть мы как на одной волне, мы понимаем друг друга, когда мы говорим какие-то вещи, рассказываем о той стране, в которой мы жили, мы понимаем, нам не нужно разъяснять, что вот это было так, почему это было так, в общем, мы тут можем понять не то, что с полуслова, а с полувзгляда и с дыхания, с каждого вздоха, с каждого набора воздуха, для того, чтобы высказать что-то, жеста, да, вот таким образом. очень нравится, как, очень нравится вообще наблюдать, как люди сохранили свои отношения в том виде, в котором они пребывали некоторое количество времени назад, ну, с момента их встречи, наверное, хотя, да, и Светлана, и Михаил говорят, что эти отношения, конечно, претерпевают изменения, может быть, говорят они уже, ну, там, порывистость не та, пыл не тот, но мы-то зрители видим, что сила этого пыла, сила отношений, сила притяжения друг к другу, она, наверное, абсолютно та же, если она, если не больше. так, что еще? Нравится то, что, нравится смотреть то, как люди устроились в этом мире, нашли нишу, ну, в мире бизнеса, назовем это так, нашли свое дело по душе, и реализовались. Нравится то, что на этом канале показываются шоурумы, да, наверное, так это называется, показываются домики какие-то, хотя эти видео я пропускаю, но потому что, как бы, мне вообще ни ко времени, мне как бы ни к чему, если я и поеду в Америку, то пока что, вот на сегодняшний момент, я не собираюсь там оставаться, я до сих пор абсолютно не представляю, что бы меня могло интересовать в Америке, помимо того пресловутого Манхэттена, который я хочу увидеть, например, стать женой пожилого американца, мне совершенно не, сейчас не хочется на данный момент, да, ну, кстати, я замужем, если, я не являюсь потенциальной невестой, вот, ну, или приехать туда с мужем, я тоже пока что не планирую, и нет, у меня такого желания не возникло, в общем, в конечном итоге, что дал мне канал Голос Силиконовой Долины, открыл Америку, если сказать коротко, и дал встречу с человеком, близким мне по духу, как мне это кажется, в общем, я желаю каналу Голос Силиконовой Долины, дальнейшего роста, вот, я сейчас смотрю, что сейчас 86, на сегодняшний момент, тысяч подписчиков, ну, до сотни-то надо дойти, хотя, наверное, авторы канала не ставят себе такой цели, но все-таки это было бы приятно, это какой-то показатель, такой, 100 тысяч подписчиков, серебряная кнопка на заднем плане, да, ну, ценность, возможно, у этих людей, то есть, невозможно, наверное, точно, у этих людей другие ценности, но поскольку Google, офис Google рядом, почему бы не получить эту кнопочку, так, дальнейшего процветания, побольше любящих, понимающих зрителей, хотя, наверное, большинство зрителей, да, таковы, успехов в бизнесе, семейного счастья, так, ну, в общем, всего самого наилучшего, и в конце каждого своего видео я желаю всем своим зрителям, и вам, Михаил, и с вами.